Привет, поглощённая звуком! Сегодня я расскажу вам о судейных мониторах легендарной немецкой компании Neumann. Перед вами KH-120. Как вы видите, это небольшие, даже компактные мониторы. Конечно, их можно подпереть снизу салвуфером, который рекомендует сами Neumann. Давайте-ка остановимся на достоинствах этих мониторов. Прежде всего, это легендарное имя разработчика и производителя. Милое сердце любого студийного человека, не так ли? Ну и дальше уже по этой модели, что можно сказать, например, алюминиевый корпус. Такая редко используемая опция, которая закрывает вопрос с демпфированием корпуса, при звуками, которые он может излучать и так далее. Итак, 5.25 басовый динамик. Давайте рассмотрим все это подробно. Твиттер собственной разработки с тканевым куполом и с композитом. Применены новейшие методы моделирования, используемые для минимизации гармонических и интермонляционных искажений. Таким образом, воспроизведение высоких частот у этой модели проходит с низким уровнем искажений. Эллиптический волновод с математическим моделированием дисперсии MMD достигнут более плавным неосевой отклик, большая адаптивность к различным акустическим условиям, широкая горизонтальная дисперсия, свобода перемещения по микшерскому пульту, которые в некоторых студиях бывают довольно широкими. Однако узкая вертикальная дисперсия, что уменьшает отражение от микшерского пульта и прочего оборудования. Двухцветный затемняемый логотип Neumon отображает рабочее состояние и активацию расширенной системы защиты. Регулировка яркости для условий низкого уровня освещения или приложений за экраном. Низкочастотный динамик с композитным многослойным диффузором собственного производства, собственной же разработки с технологией Extreme Linear Force Factor и LFF, с магнитным экранированием и литой корзиной с оптимизированным потоком воздуха в ней. Все это обеспечивает низкий уровень искажений при высоких уровнях звукового давления. Линейный поршневой двигатель обеспечивает очень низкие гармонические искажения даже при больших отклонениях. Уменьшенные воздушные шумы и улучшенные режимы раскачивания. Прочные металлические решетки защищают от механических повреждений. Большие оптимизированные для потоков заинвертные порты высокой пропускной способности с демпфированием трубного резонанса. Быстрая переходная характеристика баса. Уменьшенная компрессия басов на высоких выходных уровнях. Нет окраски от резонанса типа органной трубы. Легче монтировать в уграниченном пространстве. Компактный алюминиевый корпус. Прочная упаковка для сохранности. Отсутствие резонансов стоячих волн. Отличное рассеяние тепла. Цельная передняя панель без разрывов. Уменьшенная дифракция и более плавная частотная характеристика. Четырехпозиционная регулировка низких, средних и высоких частот. Больше контроля в различных акустических средах. Быстрая акустическая настройка в мобильных приложениях. Повторяющиеся настройки. После перемещения громкоговорителей это очень удобно. То есть их можно сохранять, тиражировать и применять по месту. Широкий диапазон регулировки входного усиления и выходного уровня. Более простое взаимодействие с источниками сигнала. Полностью задокументированный широкий ассортимент монтажного оборудования. Больше гибкости в более разнообразных местах и обратная совместимость с предыдущими продуктами. Простое предварительное планирование установок. Диммер дисплея и подъем земли. Диммер нужен для условий низкой освещенности или приложения за экраном. А откинуть землю можно для снижения шума в средах с электрическим шумом. Ну и преодолевая контуры заземления. Универсальный импульсный блок питания от 100 до 240 вольт. Одна версия работает в любой стране и устойчива к плохому питанию сети. А аналоговый вход XLR с электронной балансировкой. Стандартное сопряжение с профессиональным оборудованием обеспечено. Что же касается параметров этой системы, заявленной на сайте производителя, он перед вами. Давайте рассмотрим вместе. В свободном поле диапазон частот в окне плюс-минус 3 дсвл составляет 44 Гц до 21 кГц. 44 Гц особенно впечатляет в плане такого небольшого резонатора. Это большое достижение, надо сказать, и большой подарок для владельца этих систем. Шумы. SPL максимальная 116. Фантастика. Оформление Bass Reflex. Это мы понимаем. Входы. XLR. Имеются цифровые входы у моделей с индексом 2. и AS67. Небольшие диапазоны регулировки эквализации, назовем это тембрами, вы видите перед вами до минус 6 дсб от нуля вниз. И только по верхним частотам в плюс 1 можно уйти. Сетевое подключение. Частота раздела кроссовера 1,7 кГц. Довольно низко. Видимо, твиттер справляется с такой частотой. Фирфас коррекция в диапазоне частот 120 герст на 11 кГц. Наиболее чувствительном диапазоне это очень важно. И полезно, в частности, для студийных манезоров, как профессионального инструмента с нейтральным, неокрашенным, не характерным, ни с чем не связанным звуком. Мощность усилителей вуфера составляет 145 ватт и усилителей твиттеров 40 ватт, соответственно. Вуфер 5,25 дюйма и твиттер, соответственно, 1 дюйм перед вами. Габариты системы одного монитора перед вами. И вес 5,4 кг. Ну и фантастические графики, которые сопровождают буквально каждый продукт. Монитором Нойман. Фантастика, не правда ли? Ну что ж, давайте послушаем, как эти мониторы звучат на моем старом наборе трека. Потом я поставлю вам видео с новым набором трека. Вы сможете для себя сделать какое-то заключение по характерности, допустим, звучания этих мониторов. Более детально с параметрами этими графиками, параметрами этих мониторов и этими графиками вы можете ознакомиться на веб-сайте. Вот адрес перед вами. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА